Всем привет, друзья! Я сегодня в предвкушении вкусного ужина, потому что у меня на кухне есть устрички, вкусные и свежие. Я так их обожаю! Это мой любимый моллюск, особенно в сыром виде, я даже не знаю, что может быть вкуснее. Закрытая живая устрица должна пахнуть свежестью и морем, все, больше ничем. Я бы сейчас все их съела сразу, просто так, сырыми, просто обожаю. Здесь у меня устрицы двух видов, финдеклер и наша украинская черноморка, как по мне, ничем не уступают заграничным, очень вкусные. На канале уже есть видео, где я пробовала устрицы, готовила их, сравнивала их с мидиями и, в принципе, рассказывала все об устрицах и почему они мне нравятся. А сегодня я буду готовить три блюда. Первым блюдом будут запеченные устрицы. Главная проблема, это, конечно же, устрицы открыть. Если не знаете, как это делается и у вас нет специального ножа, обязательно берем полотенце, чтобы не поранить руки. Если найти нужную точку, то, в принципе, это сделать совсем несложно. Эту водичку внутри устриц ни в коем случае не выливаем, она вся понадобится. Если присмотреться, то видно, что устрица сокращается, значит, она живая, свежая и ее можно есть уже. Снимаю устрицу с ноги, чтобы было удобно ее есть. Чтобы легко открыть устрицу, нужно попасть ножом именно сюда, между этих двух створок. Придерживаю полотенцем, чтобы случайно не попасть ножом по рукам. Иногда, конечно, нужно повозиться с ней, но это ничего страшного. Бывает и такое, что устрица ломается просто. Прежде чем запекать устрицы, я возьму четыре штуки для последнего блюда и уже сейчас замариную их. Добавлю сюда лимонный сок и немножко соевого соуса, пускай немного постоят в холодильнике. А я дальше открываю устрицы. Здесь тоже, кстати, киндер-сюрприз, потому что бывает в раковине большая хорошая устрица, мясистая, а бывает практически ничего. На канале уже есть видео с запеченными устрицами, как я уже и говорила. Они более-менее классические. Там есть творожный сыр, майонез, различные стандартные соусы типа терияки или унаги. Но я хочу сделать запеченные устрицы Рокфеллер. Я уже поставила духовку разогреваться до 180 градусов, а мы приготовим начинку. Берем немножко петрушки, только нежные листики, и очень мелко нарезаем. Выдавливаю сюда же маленький зубочек чеснока. Его должно быть немножко для аромата. Сюда же к петрушке соль, несколько капель лимонного сока и сливочное масло. Все это нужно вместе вот так вот перетереть. Можно просто вилкой размять. Я масло заранее достала из холодильника, чтобы было легче его переминать. Попробуйте, как вам сливочное масло на вкус и нужно ли что-то добавлять. Добавляю немного масла в каждую устрицу и присыпаю обычными белыми панировочными сухариками. Духовка уже разогрелась. Можно отправлять туда устрицы буквально на 4-3 минутки. Я оставлю их сразу под гриль. Что у нас здесь получилось? Пахнет очень вкусно. Подожду, пока немножко остыну. Устрицы остыли. Посмотрим, что у нас здесь получилось. Но, если честно, на вид не очень. И я уже, кстати, пожалела, что я не приготовила с обычным творожным сыром или с каким-то сливочным соусом. Пахнет вкусно устрицами и чесночком немножко. Ну, на самом деле вкусно. Но я бы сказала, что это более упрощенный вариант устрицы. Она как-то теряет свой потенциал, если честно. Я думаю, это блюдо понравится даже тем, кто устриц не любит, потому что, во-первых, они запеченные. А, во-вторых, этот соус и панировка из сухариков делают устрицу такую по-стандартному, обычную, классическую. Но я все еще придерживаюсь мнения, что самая вкусная и изысканная устрица это сырая. А следующим будем готовить американский устричный суп со сливками. Буду готовить маленькую порцию, так как устриц у меня немного. Добавляю в сотейник масло, которое у меня осталось после запеченных устриц, еще немного. Но можно брать обычное сливочное масло, конечно. Его нужно полностью растопить. Все пропорции у меня на глаз. Добавляю немножко муки. Быстренько перемешиваем. Пока что нужно меленько нарезать лук. Я думаю, половинки хватит. Отправляю к этой массе лук. Включаю огонь больше среднего и помешиваю. Лук должен поджариться. Еще немножко масла добавлю. Прошло 2-3 минутки. Отправляю сюда устричный сок. Вот столько сока получилось из 12 устриц. Увариваю все это на среднем огне. Через минут 10 получается вот такой густой соус. Его можно оставить так или перебить блендером, чтобы не чувствовались кусочки лука. Теперь можно добавить немного молока. И сливки. У меня сливки 20% меньше жирности брать не советую, потому что будет не так вкусно. Еще немного посолю. Свежемолотый перец. Массу нужно довести до кипения, но не кипятить. Добавляю сюда 4 устрицы. У меня еще устрицы мариновались в лимонном соке и в соевом соусе. Эту водичку тоже добавлю в суп. Получилась у меня вот такая тарелочка супа. Сюда немного петрушки. И лимонный сок. Пахнет, конечно, очень вкусно. По сути, недешево получилась такая тарелочка супа, потому что здесь сок из 12 устриц и 4 целые устрицы. Он еще горячий. Хочу сразу с устрицей попробовать. Это вкусно, конечно, такой нежный кремовый суп. Чувствуется вкус устрицы, но я всегда сравниваю термически обработанную устрицу с сырой. И вот, ну не тот вкус. Какой-то более изысканный вкус и сырой устрица. Не, ну это, конечно, очень вкусно. Оторваться невозможно. Я думаю, что понравится тем, кто даже устрицы не любит. Но вот сравнительно с сырой устрицей не то. Но третье блюдо у нас будет наконец-то с сырыми устрицами, с замаринованными. Для начала приготовим рис. Стакан промытого круглого риса и стакан воды. Разравниваю по граммам один к одному. Рис варится 30 минут. Рис уже сварился, нужно быстренько делать заправку. Это рисовый уксус, соль и сахар. Я ее делаю на глаз. Я уже много раз повторяла этот рецепт в видео. Ссылку оставлю в описании. Можно заправлять рис и перемешивать его. Берем циновку, обернутую пищевой пленкой. Листик нори, мне понадобится только половинка. Руки нужно смочить водой. Берем комочек риса и распределяем его по шершавой стороне. Снизу один сантиметр должен остаться свободным, а сверху рис на один сантиметр должен выступать. Можно присыпать кунжутом слегка. Рис нужно просто перевернуть, но я забыла смазать, как всегда, циновку растительным. Переворачиваем. Творожный сыр и устрицы, которые уже замариновались. Как раз получается 4 штучки на ролл. Еще мне хочется добавить сюда несколько ломтиков авокадо. Все такое максимально нежное, чтобы не перебивало вкус устрицы. Все, аккуратно скручиваю ролл. Начинка такая нежная, а еще устрица сочная, поэтому нужно делать это аккуратно. Обязательно ровняю края. Можно нарезать ролл. Очень нежный ролл получился. Наверное, устрица внутри выглядит не очень аппетитно, но мне кажется, будет вкусно. Добавила еще зеленушки и ракушки для подачи. Пробуем. Здесь такой большой кусок устрицы. Соевый соус немножко. Это так вкусно! Роллы с сырыми устрицами бесподобные. Когда-то уже в Таиланде я готовила роллы с устрицами, но была не уверена в их свежести, поэтому пожарила. Ну, получилось вкусно, но такое как бы. Это просто бесподобно. Как для праздничного варианта роллов безумно вкусно. Устрицы это достаточно дорогой продукт, и мне просто было интересно, как же максимально вкусно можно его приготовить. Так вот, осталось я при своем мнении, максимально вкусно съесть их сырыми. Или сделать ролл с сырыми устрицами. Сейчас буду кушать этот вкуснющий ролл. Напишите, пожалуйста, кто еще такой же фанат устриц, как и я. Очень интересно. Спасибо, друзья, что посмотрели видео. Готовьте с удовольствием. Пока!